Я буду говорить о развитии космологии и астрономии, и астрофизики тоже, ну не за несколько веков, а за последние 20, может, четверть или полвека. Эти относительно недавний срок в научной истории ознаменовался действительно совершенно революционным развитием в космологии. И тут был такой замечательный симбиоз теории и наблюдений, используются в космологии, стали применяться методы теории поля, включая квантовую теорию поля, физики элементарных частиц, и что позволило продвинуться в понимании процессов во Вселенной, ну практически до момента сотворения мира. Я потом объясню, что понимается, под моментом сотворения. Это первая вещь. И вторая, что одновременно происходило совершенно действительно фантастическое развитие астрономических инструментов. Во многие века, как вы поняли из этой лекции, и в основном наблюдательная астрономия состояла в том, что мы, грубо говоря, своими глазами смотрели на небо. Но иногда, то есть не иногда, а потом уже догадались, что надо смотреть в увеличительное стекло. И как для меня было новым, что в телескоп или в бинокль можно посмотреть на Солнце один или два раза, но при предосторожностях действительно были сделаны совершенно замечательные открытия. Но все это было в видимом свете. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Используются все диапазоны электромагнитных волн, начиная от жутко длинных радиоволн. Кстати, сейчас замечательно работает в космосе инструмент под названием радиоастрон. Это российский радиотелескоп. То, что называется интерферометр. Нужно два телескопа и смотреть интерферационную картину с базой, ну, грубо говоря, в один миллион километров. То есть этот телескоп на орбите и телескоп на Земле. Так что используются не только радиоволны, свет, ультрафиолет, инфракрасные излучения, рентгеновские лучи, фотоны уже фантастические высоких энергий, терраэлектрон, вольт и выше. Так что вся электромагнитная гамма используется. Кроме того, сейчас ищут, стоят детекторы на Земле, и планируется космический аппарат по поискам гравитационных волн. Вот, так что это можно сказать, что есть построены телескопы гравитационных волн. И вот что мне особенно приятно, ну, так чисто по истории моего молодости работы в физике, что сейчас есть нейтринные телескопы. Нейтринные. Кстати, с нейтрином очень интересная история. В свое время, когда Паули предложил, что существует нейтрино, чтобы объяснить проблемы с бета, несохранение энергии в бета-распаде, он писал, что я сделал ужасную вещь, которую ни один физик делать не должен. Я предположил, что существует частица, которая никогда не будет обнаружена. Сейчас нейтрино для нас важный источник информации о процессах, происходящих в звездах. Но нейтринный телескоп – это, конечно, ничего не напоминающего подзорную трубу. Это, например, кусок льда размером километр, кубический километр, в который внедрены счетчики излучения. Это работает успешно очень в Антарктиде. Кстати, есть российский замечательный эксперимент в Байкале, поскольку Байкал отличается, детектор, а не эксперимент, исключительно чистой водой, и там тоже стоят счетчики для регистрации нейтрино. Кстати, еще что хорошо, там есть еще другие морские детекторы нейтрино, но там очень трудно ставить счетчики. На Байкале очень хорошо, поскольку, в отличие от моря и океанов, он замерзает. И туда можно спускать все приборы и вынимать. Все это замечательно работает. И не только это. Нейтрино сейчас, как говорится, используется в народном хозяйстве. В частности, с помощью нейтрино можно, в принципе, диагностировать работу атомных электростанций. Такой прибор разрабатывается в лаборатории в университете совместно с Институтом ядерной физики. И там, вот сейчас у нас делается уникальный детектор для нейтрино. На самом деле, основная цель – это поиск темной материи, но уже существует прототип детектора, маленький, там литров 200, который, в принципе, готов годится для использования в поисках, как говорится, нейтрино не только обнаружено, но уже можно использовать для диагностики или вылежать работы атомных электростанций. Вот, возвращаясь к истории, к этим вот космологическим открытиям, я бы, в общем, мы сейчас очень хорошо представляем историю развития и эволюции Вселенной. И по-хорошему бы надо историю начинать сначала, с сотворения мира, но поскольку мы видим Вселенную сегодня, то процесс познания идет другим образом. Мы смотрим на небо и смотрим в основном объекты сегодняшнего дня, хотя это не вполне так, но в частности, вот микроволновое излучение – это фотография Вселенной, такой, какая она была, примерно 300 тысяч лет от роду, когда было сейчас Вселенной, примерно 13-14 миллиардов лет, то есть она была совсем молоденькая. И вот микроволновые фотоны, которые к нам сейчас приходят, это просто фотография того, что было в очень ранние времена. Но так или иначе, все-таки мы используем сегодняшние данные, и задача в этом смысле исследователей может быть похожа немножко на задачу криминалистов. Вот произошло преступление, есть в данном случае не преступление, где просто был создан наш мир, и глядя на какие-то следы того, что видно сегодня, восстановить картину, которая была в прошлом. Вот, и это решаемая задача. Для этого есть замечательные основания, то есть замечательный аппарат. Это в первую голову общая теория относительности, это теория гравитационного взаимодействия, очень необычные для физических теорий в свое время. Обычно мы узнали теорию поля, электродинамику максимовскую. Это, как говорится, поля и частицы, которые частицы обмениваются этими, взаимодействуют через последствия этих полей. А гравитация, вот общая теория относительности, она принципиально другая. Меняется полем, является само пространство-время. То есть существующие материальные тела искривляют пространство, то есть вместо плоского эвклидового пространства оно может быть разнообразным образом искривлено, и геометрия будет очень необычной. И в этой геометрии вся гравитация фактически в каком-то смысле нет взаимодействия. Движение материальных тел – это движение по геодезической в данном пространстве. Чистая геометрическая задача. Кстати, интересно, что, насколько я помню, это был Гаусс, который говорил, что арифметика сильно отличается, скажем, от геометрии. Арифметика – это такая наука, в которой, ну, как говорится, все есть, что положим, то и вынем. А геометрия – это фактически физика. Геометрию надо проверять на эксперименте. Это, надо сказать, было потрясающее прозрение за сто лет до физического понимания, что геометрия действительно определяется взаимодействием. И, имея, значит, вооружившуюся общую теорию относительности, в которой мы верим в разумных пределах, и зная взаимодействие между элементарными частицами, ядерной физикой, кинетикой, термодинамикой, мы можем отправиться вспять по времени. Почти что как американский очень хороший фильм «Back to the Future», а это будет «Back to the Past», и это путешествие вполне надежно, но, опять же, а вдруг что-нибудь не так случится по пути, и вдруг какая-то физика другая. Значит, это процесс, он в каком-то смысле двухходовка, но не в смысле, как в шахматах говорят, двухходовка – очень простая задача, но он состоит из двух этапов. Мы имеем уравнения, которые мы имеем в физику, то есть реально почти вся физика, которую вы учите и будете в университете, и будете учить потом, вот я сказал, механика, термодинамика, кинетика, теория поля, ядерная физика, физика частиц, и вы знаете, как взаимодействуют частицы, и можете их торпорировать, как в прошлом, то, что вы видите, состояние, которое вы видите вокруг Вселенной с помощью, так сказать, экстраполяции. Но обычно мы решаем дифференциальное уравнение, сдаются начальные условия, а тут у нас есть конечные условия, и мы пошли назад. Вот. Но здесь есть очень важная вещь. Мы реконструируем состояние Вселенной на раннем этапе. После этого мы можем, зная, глядя на это состояние, вернуться обратно к нашему времени и что-то предсказать, что пришло из нашего нового знания, когда мы отправились в прошлое. И после этого смотреть на небо в телескопы и проверять, ну, я имею в виду всю совокупность телескопов, и проверять, насколько вот эти предсказания согласуются с тем, что мы сейчас видим на небе. И это действительно замечательное открытие. Они, как правило, ожидаемые в очень хорошей классификации Попова. Но нередко бывают и совершенно неожиданные. Вот. Ну вот, я не знаю, когда же лучше продолжать. Ну вот, давайте теперь попробуем, можно быть, описать... Нет, ну ладно, к инфляции я перейду потом. Может быть, я бы начал с того, на чем закончил Сергей, Сергей Борисович, если правильно помню, отчество Сергея-то помню. Вот. А именно на темной материи, темной энергии. Это, по-видимому, сейчас на небе имеется очень много загадок, очень много небесных тайн. Мне кажется, в заглавии моей лекции слово «тайна» или «загадка» присутствовали. Вот. И эти наиболее яркими являются, по-моему, вот три. А именно, проблема... Но они просто глобальные. Это проблема темной материи, которая составляет 25% по массе в нашем мире. Проблема темной энергии, которая составляет 70% по массе. И проблема вакуумной энергии, которая близко связана с проблемой темной энергии, и которая... Это есть теоретическая проблема. Это не частый случай, когда теоретики ошибаются в своих теоретических предсказаниях на 45, а может быть, на 100 порядков. То есть ожидаемая величина из очень простых соображений и экспериментально подтвержденных для вакуумной энергии в 10, в 45 степени больше, чем то, что мы видим на ней. Так что это какой-то, по-моему, редкостный конфуз. Но, с другой стороны, это когда что-нибудь мы не понимаем, это может быть способом осознать, что какая-то новая физика присутствует здесь. Вот. На этом я еще остановлюсь. Ну, несколько слов о темной энергии. Я, может, начну с этого. Действительно, обнаружено то, что Вселенная расширяется ускоренно. Расширение Вселенной, я уже это использовал где-то в своих лекциях, очень похоже... Но я не буду кидать в воздух стакан или бутылку. Происходит таким образом... Вот вы бросите камень вверх. Очень похоже на движение камня в поле тяжести Земли. Вы бросили камень, и видите, он летит, 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 с уменьшающейся скоростью, где-то остановится и полетит обратно вам на голову. У меня такой был опыт со снежком, довольно болезненный. Вот. А другой вариант, если вы бросите очень быстро камень, большой скоростью, и он улетит, с Земли никогда не вернется. Эта скорость должна быть больше, чем первая космическая скорость. Вот. И есть промежуточный вариант, когда он будет улетать и, грубо говоря, на бесконечности остановится. Все эти три случая реализуются в космологии. Есть открытая модель Вселенной. Это когда начальный камень вы бросили очень быстро, и Вселенная будет расширяться вечно. Должна была бы расширяться вечно. Есть другой случай. Начальная скорость маленькая, Вселенная расширяется несколько, а потом схлопнется обратно. И есть промежуточный, который поразительным образом, по-видимому, реализуется в действительности, когда скорость ровно посрединками, ровно, как говорится, на границе. И в первом случае, когда Вселенная никогда не схлопнется, геометрия Вселенной, как говорят, это геометрия трехмерного гиперболоида. Во втором случае, это геометрия трехмерной сферы. Ну, вы все можете представить себе двухмерную сферу. Ну, это просто поверхность шарика обычного. А жители, находящиеся на этой двухмерной сфере, они думают, что живут в двухмерном мире. А теперь представьте то же самое, только трехмерное. Вот, мы живем в трехмерном пространстве, и, как говорится, может быть, где-то в четвертом измерении есть центр этой сферы, но почувствовать нам или... Почувствовать мы это можем с помощью наблюдений, но представить реально очень трудно. А когда вместо сферы мы возьмем множество с... Ну, грубо говоря, с мнимым радиусом, то это будет открытое пространство, это как гиперболоид. Ну, гиперболоид, вы знаете, двухмерный, что такое представляет собой. Вот, и читали, наверное, гиперболоид инженера Гарина, где, впрочем, была сделана большая ошибка, чтобы сделать фокусировку лучей, надо не гиперболоид иметь, а параболоид. Вот, ну, в общем, Вселенная является вот в одном из этих трех состояний, и до последних лет двадцати, может быть, поменьше, и думали, что расширение идет именно таким образом. В любом случае, камень летит вверх с уменьшающейся скоростью. И вдруг увидели, что картина совершенно другая, камень летит, летит с замедляющейся скоростью, и вдруг, как будто у него включился ракетный двигатель, и он полетел с ускорением. И вот именно это было обнаружено в последней, я бы сказал, совокупность данных была, набиралась в течение последних двадцати лет. Последнее реальное измерение, которое, в общем, положило конец всем спорам, это было изучение, наблюдение сверхновых специального типа на, как называется, N1A, который находится на очень больших расстояниях. На расстояниях порядка миллиардов световых лет. И эти сверхновые оказались ярче, фу, был, да, не ярче, а тусклее, чем мы думали. Сверхновые – это очень хороший объект, это так называемая стандартная свеча, и думается, что они в таких же дальних галактиках, как и здесь, поэтому мы знаем, как она светит, а поскольку мы видим, что эта стандартная свеча более тусклая, то значит, она дальше. А раз она дальше, значит, вселенная бежала быстрее. И это непосредственный аргумент в пользу того, что существует вот эта темная энергия. Существует ускоренное расширение, я бы так сказал лучше, пока мы не говорим ни о каких теоретических объяснениях этого дела. Есть еще целая куча данных, причем, что совершенно замечательно, все они показывают на одно и то же, и все они абсолютно независимы. Например, мы можем посчитать возраст вселенной. И зная, как она вселенная расширяется, с ускорением или без, ну вот мы твердо знаем это число. Так вот, без, если расширение было не ускоренным, то вселенная была бы существенно моложе, а ей бы было, ну, в зависимости от состава вещества во вселенной, ну, 7-8 миллиардов лет. А возраст вселенной, как мы знаем, сейчас это примерно 13-14 миллиардов лет. Это что называется отствотворение мира. Я опять перейду к этому. И это определяется по двумя способами. Ну, тоже тут совсем разная физика. Надо знать ядерную физику. И тогда, глядя на небо и смотря, сколько находится изотопов Урана 235-го и 238-го, или же есть еще элементы Рейни и Осми, которые друг в друга переходят, можно посчитать возраст вселенной. Дело в том, что возраст, период полураспада этих элементов несколько миллиардов лет. И мы знаем, как они образовывались. Они образовывались сверхновых. Вы, наверное, уже многие знаете, кстати, отклоняюсь немножко в сторону, что вот все мы здесь, это пыль от взрыва сверхновой. Дело в том, что в звездах не синтезируются тяжелые элементы, которые необходимы для нашей жизни. Точнее, синтезируются, но никогда не вылетают наружу. А вот планеты наши и биологические молекулы, они содержат кислород, углерод, азот и прочее. И это все происходит от взрывов, при взрыве сверхновой. Вот. И когда-то солнце попало в это облако, из этой пыли восформировались планеты, и мы все с вами. Ну ладно, возвращаясь к возрасту вселенной, Уран-235 и 238 тоже синтезируются в сверхновой. И в начале их было одинаковое количество вот, от этих давних сверхновых. А сейчас мы видим, сколько их отношений в данный момент на небе, и поэтому мы знаем, сколько времени им было дано на то, чтобы распадаться. Отсюда получается возраст вселенной. Второй способ это теория эволюции звезд. И мы видим очень старые звездные скопления, и по этим двум способам они оба дают более-менее одинаковые эффекты. То есть возраст вселенной большой, и для этого тоже нужно расширение с ускорением. Есть еще там более сложные методы, вот анализ. Покажите вот эту картиночку. Вы можете показать вот картинку, которая вот здесь на небе, не на небе, а то, что мы видим на небе, речь шла, это, как уже упоминалось, это угловой спектр флуктуаций микроволнового фона. Как я уже сказал, микроволновой фон это фотография вселенной, когда ей было около 300 тысяч лет от роду. И вообще это зависимость температуры микроволнового фона от угла. то есть температура вообще говоря с колоссальной точностью постоянно по всему небу. Вы смотрите вот сюда, сюда и видите, что температура практически одинаковая. Есть небольшие флуктуации на уровне 10 минус дель датактэ на уровне ну вот тут видите в микрокельвинах на максимуме это порядка тысячи микрокельвин в квадратных микрокельвинах. Есть маленькая, маленькая, маленькая рябь. То есть это колоссально увеличенный рисунок. И глядя на эту картинку можно очень много узнать о Вселенной. Можно узнать, во-первых, что геометрия плоская. То, что я говорил, что отвечает промежуточный случай по положению вот центрального самого большого пика. Это вещь, которую я могу объяснить. Это просто. Мы знаем, этот пик это есть акустическая вот эти вот ассалляции это есть амплитуды акустических волн. Это как кто-то даже сказал, что это музыка Вселенной. Но частоты тут далеко не инфразвука, а длины волн. Это в данном вот длина волны отвечающей самому большому пику это примерно 100 мегапарсек. Это господи 100 миллионов 300 миллионов световых лет. Он сдвинул частоты и возникла какая-то совершенно безобразная музыка. Можно на компьютере послушать эти акустические колебания. Но если пойти к физике, то вот амплитуда положения этих колебаний говорят о том из чего состояла Вселенная, как она расширялась, какое было вещество, сколько было например нашего вещества по отношению к темной материи. Доля небольшая, в 5 раз меньше. Ну вот и все такое отсюда можно вычислить. Ну может, я не знаю, стоит ли пояснить. Но вот по положению этого первого пика мы просто можем вычислить длину волны отвечающей на небе отвечающей вот этой звуковой волны отвечающей этому пику. И зная длину волны мы смотрим на каком на каких углах наблюдается этот пик. Это номер полинома Лежандера примерно примерно 200, значит угол ну порядка одного градуса. Если мы живем во Вселенной, которая плоская, то мы смотрим, видим, мы знаем длину. И после этого смотрим под каким углом мы видим эту длину на небе. Если Вселенная плоская, то это будет один градус, грубо говоря. Если она замкнутая, то угол будет больше. Мы видим ее вот так. А если она открытая, мы ее наблюдаем вот так. Угол меньше. Так вот угол как раз отвечает замечательной простой геометрии евклида, которую мы изучали в этой школе. То есть не в этой, каждый изучал в своей школе в средней школе. То есть вот буквально этот печок уже нам много чего говорит. Ну и он же говорит о том, ну не он же, а вот эта вся совокупность данных говорит о том, что Вселенная расширялась с ускорением. Но тут еще есть целый ряд других данных по тому, как на небе, как говорят, по крупномасштабной структуре Вселенной. У нас есть звезды, есть скопление звезд, называемые галактиками, скопление галактик. И вот это все данные чувствительны к масштабам порядка скоплений галактик. И на этих и распределение галактик по небе зависит от того, как расширялась Вселенная. Если Вселенная расширялась медленно, то этих скоплений будет много. А если ширина расширялась быстро, то они просто не успеют как следует образоваться. Ну и буквально по этому масштабу это довольно простая теория, но я бы так сказал, она довольно занудная, поскольку надо писать уравнение гидродинамики, акустики в кривой геометрии, но все это по крайней мере для малых флуктуаций считается, решается, и мы можем заключить, что буквально вот эта темная энергия, которая вызывает расширение, она составляет примерно 70% от общего баланса массы всей Вселенной. То есть совершенно независимые, совершенно разные типы наблюдательных данных приводят к одному и тому же результату. Анализируем Вселенную сегодня, это распределение структур, анализируем Вселенную, когда она была всего лишь 300 тысяч лет от роду, мы получаем совершенно тот же результат, возраст Вселенной, ну в общем, все в целом, тут по-моему, просто деваться некуда, никакого другого объяснения мы не знаем. Теперь факт, что Вселенная расширяется с ускорением установлен твердо. Кстати, сразу возникает может быть вопрос, но мы увидели, что отдаленные сверхновые становятся более тусклыми, чем предсказывалось по теории, но объяснений тут может быть два. Одно объяснение, что расширяемся, Вселенная расширяется скорее, и тащит они подальше, как я уже сказал, может быть другое объяснение, что по дороге свет поглощается. Казалось бы, очень естественное. Но тут возможны варианты, что он поглощается, поглощается молекулами или там атомами, атомами, там не те частоты, ну в общем, чем-то поглощается, но как обычно энергия сохраняется, и это происходит к переизлучению. Так никакого переизлучения, которое могло бы объяснить эффект, нет. Ну опять же, а вдруг есть чего-то, что мы еще не знаем, что не очень переизлучается, так называемая серая пыль. И вот с накоплением данных эта возможность поглощения света на пути от этих сверхновых нам была абсолютно исключена, а именно этот эффект уменьшения яркости сверхновых не монотомен по расстоянию. Когда они совсем близко от нас, то, как говорится, они от нас почти не бегут, и эффекта нет. Мы не чувствуем ускоренного расширения для близких объектов. Надо все-таки, чтобы они были подальше. А когда они очень далеко от нас, совсем далеко от нас, тоже эффект исчезает, потому что ускоренное расширение, которое вызывается так называемой темной энергией, оно, вклад темной энергии сейчас 70%, а, скажем, 5 миллиардов лет тому назад, я условно говорю, когда Вселенная была вдвое меньше, вклад этой темной энергии был, по отношению к обычному веществу, был в, ну, примерно в 10 раз меньше. И то есть на больших расстояниях ускоренное расширение чувствовалось существенно меньше, а именно тогда доминировало замедленное расстояние, именно это наблюдается. Для сверхновых на больших расстояниях при больших красных смещениях эффект практически исчезает. То есть, а если бы это было поглощение, то чем больше расстояния, мы бы ожидали этого всего, что еще не было бы сильнее. Так что здесь это установлено очень твердо, мне кажется, бороться с этим просто невозможно, ну, когда независимые данные приводят к одному и тому же. Вот. А что это такое за зверь, мы не знаем. Это, в принципе, это не противоречит, я бы сказал, таким глубинным законам природы. Можно придумать, во-первых, сказать, что существует какое-то новое легкое скалярное поле. Ну, вот мы знаем все, что такое электромагнитное поле. Это, значит, электрические магнитные поля, мы знаем электромагнитные волны, которые бегут кругом в этой комнате, совершенно замечательно бегают. Вот. Это поле векторное, что электрические магнитные поля, это вектор, то есть у него есть величина, и он куда-то торчит. А может быть, скалярное поле, которое не является вектором, оно является скаляром, но это как звуковые волны. Оно никуда не торчит, а это просто контраст, постелирующий контраст плотности вещества. Так вот, можно сказать, что существует скалярное поле, и так это теория изученная, но сказавши, что оно легкое, мы можем увидеть сразу, что такое поле, если его достаточно много, приводит к ускоренному врушению Вселенной. Это феноменология. Мы глубины механизма не принимаем. Есть второй способ, второй описание. Мы знаем, я сказал, что теория относительности, теория гравитации, хорошо установленная наука, но хорошо установлена любая наука, хорошо установлена только в той области, где она проверена. Вот. И когда иногда некоторые люди, которые предлагают, нередко, это много, часто бывают, совершенно новые физические идеи, новое описание мира, к сожалению, и в этом есть, конечно, очень большая польза от популярных книг, от популярных лекций, вот, но есть и вред. Люди, послушав популярные лекции, думают, что вся наука в этом и состоит. Это неправильно, кроме, как говорится, картины, они дают картину, эти вот лекции и книжки. Кроме картины есть уравнения, и надо, что называется, стоять на прочной базе в том смысле, что нужно, чтобы эта картина не противоречила тому, что твердо установлено. Так вот, теория относительности хорошо установлена на, так сказать, на средних масштабах, от миллиметров до, ну, скажем, мегапарсин, до сотен мегапарсин. что происходит на очень больших и на очень малых расстояниях, там есть свобода фантазировать. Мы можем ввести что-то, что работает либо на очень больших расстояниях, либо на очень малых, но надо так это делать осторожненько, чтобы это не противоречило хорошо установленным принципам. Тут уже физика вполне реакционная и консервативна. Ну, так вот, это так можно сделать, изменить теорию гравитации на больших расстояниях, и она бы тогда приводила тоже к ускоренному расширению мира. Какой из этих двух механизмов реализуется, неизвестно. Это загадка природы большая, действительно. Ну, посмотрим. Сейчас это одно из активных направлений, которые теоретики изучают и наблюдатели тоже пытаются понять так называемое уравнение состояния темной энергии. Второй по важности элемент в нашем мире это темная материя. Но тут вроде ничего странного нет. Это по феноменологическим проявлениям это что-то, что невидимо, но это что-то, невидимое что-то ведет себя совершенно нормальным образом, не таким вот сумасшедшим образом, что распихивает Вселенную, приводит к антигравитации. Кстати, я все время предупреждаю, что хотя вот на космических, в космологии антигравитация возможна, но для конечных объектов, объектов конечного размера, антигравитация не работает. То есть, любой конечный объект притягивается к другому объекту, притягивается, а не отталкивается. Так что звездолет на этом принципе не построишь. Формально это можно показать, используя уравнение общей теории относительности и есть так называемая теорема Гаусса, когда вы что-то можете проинтегрировать по частям, если объект конечен, вы видите, что гравитирует всегда положительная величина. Вот, то есть, есть гравитация, нет антигравитации. А когда объект бесконечен, как Вселенная, там может быть и антигравитация без противоречия с так называемой теоремой. Ну, в общем, ладно, неважно, какие теоремы, вот это возможно. Ну, в общем, это возможно. Что касается темной материи, то ее не видно ни в телескопы, ни никаким другим образом, кроме гравитационного действия. Это примерно так, как, если я не ошибаюсь, был открыт Уран, Нептун, по-видимому, Плутон. Плутона никто не видел, а может и Нептун тогда был открыт. Это заурановая планета. Ее не видели в телескоп, но увидели, что движение Урана отличается от того, что предсказывает в данном случае Ньютоновская теория гравитации. Ага, сказали люди, проанализировали движение этой планеты и сказали, что за этой планетой находится еще что-то другое, которое гравитационно воздействует. В этом смысле Нептун выступал как темная материя, но потом его увидели. А то, что сейчас мы видим эту темную материю, мы ее не видим. Может быть, лучше называть не темной материи. В английском языке укоренился термин dark matter, а лучше может быть называть невидимой материи, потому что ее не видно. Когда мы говорим, что что-то темное, черное, это означает, что свет этим поглощается объектом. Она совершенно не взаимодействует со светом, точнее говоря, если взаимодействует очень-очень слабо. И тут ее видно по-разному. Опять же, куча разных проявлений. Самым простым являются так называемые плоские ротационные кривые. Вот если мы посмотрим, как распределены скорости планет, как функции расстояния от Солнца, то это будет вот такая вот кривая. в пропорциональную единицу на корень из расстояния. Вот. И планетки так аккуратненько ложатся вот тут, где надо. Вот. И отсюда Ньютон вывел, грубо говоря, свой закон тяготения. Когда мы посмотрим на галактику и галактические спутники, есть галактика, наш Млечный Путь, вокруг него болтается порядка десятка более мелких галактик. Вы все слышали, наверное, про Магеллановые облака. И посмотрим такую же картинку, то картинка будет вот такой. Вот. А вот тут вот находится вещество галактики. То есть мы видим, что как функция расстояния скорость не падает. Это означает, что масса растет как радиус на этих расстояниях. И то есть существует что-то, что находится за светящимся радиусом. На этом основании люди предлагали так называемую, хотели изменить гравитацию на больших расстояниях, вот на таких. Но тут все, по-моему, достаточно хорошо исключено. Это так называемая теория, которая есть аббревиатура по-английски MOND. Модифицированная ньютоновская динамика. Вот. Ну, мне кажется, что она абсолютно точно сейчас закрыта такая возможность и что тут существует какое-то новое немедливое вещество. Ну, известно, что я это слышал мысль Адзельдовича, ее повторил наш предыдущий докладчик, что идеи живут, пока живы их создатели. Ну, вот создатели это и MOND до сих пор живы, я желаю им здравия, но, по-моему, их теория совершенно неправильная. Ну, потому что есть целый ряд других данных, которые, может быть, труднее описать, которые говорят, что вот есть какие-то невидимые частицы, живущие у нас во Вселенной. Это могут быть новые элементарные частицы, которые по каким-то причинам стабильны, но они могут быть существенно тяжелее протона. была наиболее популярная гипотеза, что наиболее хорошим кандидатом на роль вот этой темной материи являются так называемые легчайшие суперсимметричные частицы. Они где-то должны быть, грубо говоря, в тысячу раз тяжелее, чем протон. Их не обнаружили на Большом Адронном Голлайдере, и эта гипотеза стала существенно менее популярной. Могут быть гораздо более легкие частицы, но все элементарные частицы, а также могут быть планеты, то есть не планеты, а звездообразные объекты. Это могут быть первичные черные дыры, могут быть какие-то полудохлые звезды, но с полудохлыми звездами трудно, они практически исключены на основании вот этой картинки, которую вы видели по микроволновому фону, а также по первичному нуклеосинтезу, который Попов тоже упоминал. Хотя мы говорим, что брионов во Вселенной мало, всегда можно возразить, что брионы это наше обычное вещество, из которого у меня состоим протоны, нейтроны, это относится к классу брионов. И мы говорим, что их мало, но мы их не видим. Вот как здесь на этой картинке что-то было черное, здесь невидимое, и мы говорили, что это новое вещество. Но всегда есть возможность, что это какие-то мало светящиеся звезды, и это противоречит теория образования звезд, но мы все-таки должны в первую голову обращаться к наблюдениям. Вот, ну и есть другой способ, который позволяет сказать точно, сколько имеется нашего обычного вещества во Вселенной. Во-первых, глядя на этот микроволновой фон, поскольку отношение величин пиков, которые на этой картинке одного к другому последовательно зависит от того, сколько нашего вещества во Вселенной, поскольку темная материя там не участвует, и все эти величины пиков чувствительны именно к обычному барионному веществу. А второй это первичный нуклеосинтез, который происходил, когда Вселенная была, ну, скажем, пару минут от роду, вот, совсем молоденькая, и для него тоже выходы легких элементов зависят от величины нашего обычного вещества. Есть деление совершенно грубой темной материи на два класса. Это так называемые английская аббревиатура WIMP, это означает Weakly Interacting Massive Particles, это, в общем, все частицы слабо взаимодействующие массивные частицы, это, в общем, реально все частицы новые, которые в этот класс входят. Вот, их, если эта гипотеза реализуется, то тогда есть шансы пощупать темную материю в лабораториях. Сейчас есть много детекторов, которые ищут эту материю. Для того, чтобы искать ее, надо забраться глубоко под гору, чтобы не мешали космические лучи, а темная материя сквозь гору проходит, как сквозь масло, как нож сквозь масло, и в детекторе она может быть с очень малой вероятностью зарегистрирована. Опять же, вот я упомянул наш детектор, который, по идее, должен обладать рекордно лучшей в мире чувствительностью в области малых масс вот этих темной материи. Кроме того, он имеет еще одно замечательное свойство и очень можно точно откалибровать. Всегда проблема с детектором. Ну вот вы смотрите на детектор и видите, что приборчик ваш показывает стрелочке какое-то число. Вот. И спрашивается, какая величина сигнала, вы не можете сказать, поскольку вы не знаете, ну как вот темная материя взаимодействует с важным веществом детектора. Ну, можно сделать обратно. Сначала использовать известные частицы с известным потоком. Вы посмотрите, как стрелка прибора реагирует на эти известные частицы. А после этого вы тогда скажете, сколько было взаимодействия. А после этого, глядя уже на отклонившуюся стрелку в результате неизвестно чего, вы скажете, что зарегистрировали темную материю с такой-то энергией. Ну вот в Институте ядерной физики есть уникальный источник нейтронов, опять же, нигде в мире такого нет, который позволяет откалибровать этот детектор. То есть в этом смысле имеются хорошие перспективы построения этого детектора, но надо его только сделать большим и засунуть подбором. Ну то есть работа и работа для многих. Вот. Ну вот так, это что касается ВИМ. А по-английски кто знает, что означает ВИМ? Это означает слабак. Если вот какого-то человека, ну просто действительно они нарочно подобрали такое выражение, это такой сленг немножко, в общем, про человека, который слабенький и боязливый, вот это про него говорят ВИМ. А второй вариант для темной материи это совершенно противоположное и называется МАЧО. Это МАССИВ АСТРОФИЗИКЛ КОМПАКТ ХОЛО ОБДЖЕКТ. Массивные астрофизические объекты в ГАЛО-ГАЛАКТИК. Это объекты большие, а слово астрофизика означает, что это объекты планетно, планетоподобные или звездоподобные. Сюда входят черные дыры с массой порядка и выше надо немножко, чем 10,20 грамм. Ну, 10,20 грамм сколько? Это масса большой горы, наверное. Вот, Александр Евгеньевич, оцените пока. Ну и туда могут входить почему-то не светящиеся звезды. но тогда, если темная материя состоит из этих мачо, то это шансов наблюдать их в детекторе у нас никаких. Кстати, мачо означает, что это супермен, не супермен, но вот что-то в этом роде. Это по-испански, если вы знаете картины Гоя, Маха-Маха, вот там это то же самое. Маха это такой бандитствующий хулиган, ну а в женском вроде уж я не знаю, что, но это одно и то же. В общем, это такой немножко бандитствующий супермен. Вот, в общем, что здесь реализуется мы не знаем, но это почти наверняка, то есть, я бы сказал, да. Гора 50 на 50 на 50 километров, такие гор не бывают. Ну, я ну, хорошо. но если мы возьмем поменьше, как ты хочешь, то тогда эти черные дыры распадутся очень быстро, их выход запрещен. Кстати, вы, конечно, знаете, раз уже об этом речь зашла, что черная дыра не настолько вечный объект, как принято считать. маленькие черные черные дыры, ну, вот, скажем, меньше, чем 10 в 15 грамм, вот это уже годится, как гора, они, их время жизни меньше, чем время возраста жизни Вселенной, меньше, чем 10 миллиардов лет. Но это известный механизм, который придумал Хокинг, это испарение черных дыр. Вот, они испаряют. Тут, ну, ладно, в истории, может быть, не буду благодаряться. Ну, а теперь давайте немножко пойдем к сотворению мира. Я обещал сказать, что же это такое и что прекрасно этот момент понимается. Это связано с развитием так называемой инфляционной космологии. Дело в том, что до 80-го года было множество загадок на небе, которые казались абсолютно неразрешимыми. Вот, температура реликтового излучения, о которой я говорил, она была по всей небесной сфере совершенно одинакова с точностью 10-3. Ну, начальник говоря, немножко скучно с точностью, но поскольку мы движемся относительно этого микроволнового фона, и есть доплеровский эффект, есть этот самый сдвиг, поэтому была дипольная симметрия. Это как гудок паровоза. Если вы на него бежите, то есть, если он на вас бежит или от вас, частоты слегка меняются. То же самое с реликтом и за счет нашего движения. А в остальном температура была абсолютно одинаковой. И проблема была, казалось, совершенно мистической. Если мы возьмем старую фридновскую космологию, две точки на небе, разделенные больше, чем на один градус, никогда ничего друг о друге не знали. Спрашивается, как так можно? Это, ну, вы берете уравнение общей относительность, интегрируете, чего надо, смотрите. Вот, это простая процедура. И оказывается, что никогда они не могли обменяться никаким взаимодействием. Температура одинаковая. Кроме того, совершенно неизвестна причина первичного толчка. Я вам сказал, что аналогия расширения Вселенной, это аналогия с полетом камня. Но кто, спрашивается, этот камень поначалу толкнул? Почему Вселенная с, как говорится, зная, что гравитация все время притягивающаяся, стала расширяться и всюду, во все стороны одинаково? Кстати, существует очень странная картина у людей, которые, ну, просто люди интересуются наукой, но популярным книжкам иногда там не подчеркивается, что Вселенная понимается как будто расширение источки почти, что-то маленькое во все стороны полетело. Это в корне неправильно, это просто экспериментально мы бы увидели, что была бы неоднородность, релик был не такой бы. Она расширяется во всех точках одинаково, как будто частицы начали себя распихивать, как будто вот неизвестно, были частицы или нет, но пространство само стало себя распихивать, вот что-то такое загадочное, но феноменологически именно так это и происходит. Вот, и спрашивается, в чем была причина этого расширения. Причина как раз состояла в том гипотезе, что было опять же примерно такое же поле, которое мы сейчас считаем, объясняя темную энергию, называется это поле инфлатоном, но масштабы совершенно другие, и оно короткое время, ну, была какая-то, вот как сейчас представляется возникновение Вселенной. в начале, как хочется по Библии было слово, но в начале скорее по запискам сумасшедшего Гоголя, в начале в общем было черт знает что такое, кажется, так у него, я точно не помню цитату, вот, и было квантовое пространство время, что это такое меня не спрашивайте, не было ни пространства в классическом понимании, ни времени, вот, и тут были какие-то гениальные прозрения, Святой Августин, например, сказал, что Господь Бог, создавая Вселенную, одновременно создал время, потому как ждать, если время существовало, то, как говорится, чего это, он ждал бесконечно долго, прежде чем создать Вселенную. Значит, ни времени не было, ни пространства, а было вот это такое квантовое непонятное состояние. И в этом, это я пересказываю сейчас в основном гипотезу Линды, она красивая, и в какой-то момент случайно в квантовых флуктуациях, там, в этом квантном пространстве времени были обычные квантовые поля, они тоже квантово флуктуировали, это можно кое-как описать с помощью уравнений, вот, и случайно на каком-то масштабе вот это скалярное поле Анфлатона было почти что однородным. И тогда, просто решая уравнение движения, вы увидите, что это вот небольшой объемчик, который, ну, не то, чтобы я показываю так, совсем ничего, но 10 минус тридцатый сантиметра, масса, которого была ничтожна, Малан начал экспоненциально расширяться. Это значит экспонента, вы знаете, это очень быстрая функция экспонента, некий параметр H0 на T. Скажем, если вот это H0T было порядка сотни, то из этого вот ничего, где масса была чуть-чуть больше, чем ноль, возникла вся наша Вселенная с этой ее громадной массой. И это не противоречит закону сохранения энергии. Так что, тут поверьте мне, теория относительности это позволяет. Вот, и это инфлотонное поле как раз и было причиной вот этого большого взрыва. Вот, геометрия при этом оказывается с колоссальной точностью должна быть плоской. И мы видим на небе сейчас, что геометрия действительно плоская, с точностью примерно 2-3 процента. А предсказание этой теории, что она должна быть плоской, с точностью 10-4 примерно. Вот, на наших масштабах, на больших масштабах эта точность должна быть еще больше. Значит, мы видим, что возникает, объясняется расширение Вселенной и при этом экспоненциальном расширении, поскольку все это возникло практически из нуля, каждая точка знала про другую и поэтому температура на небе, все условия были одинаковые, в отличие от старой космологии. Дальше, дальше больше, по мелочам не буду говорить, но что самое интересное, это две вещи, что если вы представите, что Вселенная была неоднородна, плотность энергии была как-то распределена, то если вы имеете волну и возьмите ее сильно растяните и посмотрите на таком же расстоянии, перепад амплитуды волны будет практически нулем, то есть сначала перепад волны был большим на таком расстоянии от нуля до единицы, а потом вы растянули эту волну вот так, не меняя амплитуду, то перепад на таком же расстоянии будет практически нулем, и это объясняет то, что Вселенная была практически, то есть сейчас мы ее видим, на больших масштабах она однородна. Была совершенно мистическая загадка, а на больших масштабах она однородна, а на масштабах поменьше, ну, в 10 мегапарсек, в 100 мегапарсек, там же большие неоднородности, без этого ни жизни, ничего бы не было. масштаб, ну вот, значит, спрашивается, откуда эти неоднородности берутся. Я довольно много общался с Зельдовичем, вот, в начале 80-х, и каждый раз, когда мы что-то обсуждаем, кстати, вы знаете фамилию Зельдовича, Хокинг сказал об этом человеке, увидев его, приехавшим в Москву, что я теперь вижу, что Зельдович это один человек, а до того я думал, что это большая группа физиков и астрофизиков, скажем, группа французских математиков Бурбаки. Бурбаки – это большой коллектив французских математиков, который написал, по-моему, исключительный вредный набор книг по математике. Вот, Зельдович, нет, ну это не только моё точка зрения, например, Арнольд тоже сам и считал, Арнольд – великий математик был. Вот, ну, вот, действительно, он очень много сделал, помимо того, что он сделал Катюши и атомные бомбы, он реально отец, по крайней мере, в России, в Советском Союзе, отцом современной космологии. Хотя он и был противником модели горячей вселенной, он защищал теорию холодной вселенной, но тем не менее он не помешал написать своим двум ученикам и даже поддерживал Дорошкевичу и Новикову статью, в которой очень детально обсуждался реликтовый фон, механизм реликтового фона, его спектр и прочее. Эта статья вышла до известной работы и до открытия Пензиуса и Вильсона, но они утверждают, что она им была неизвестна. В общем, фактически весь этот вот спектр, который потом они замерили, который попал на рекламу фирмы Белл с двумя горбами, он был почти в работе Дорошкевича и Новикова. Ладно, так о чем же пишет я? Я об этой самой Вселенной. Так вот, оказывается, что во время инфляции она не только разглаживает большие флуктуации плотности, но создает самые маленькие флуктуации плотности на астрономически больших масштабах. Вы знаете, что если имеется газ с ненуле температурой, там флотность флуктуирует кое-где в один момент поменьше, кое-где побольше. Ну, просто молекулы двигаются, случайно собрались где-то побольше, случайно где-то поменьше, но размеры очень маленькие этого дела, не космологические. Нам нужно размеры скоплений галактик, то есть мегапарсеки или сотни мегапарсек. Так вот, ни один механизм ни квантовой флуктуации, ни тепловые, ничего подобного не давал. И никто не мог понять, вот Зеледович говорил все время, это очень интересно все, вот что мы с вами говорим, но есть фундаментальная задача, понять, как образовывались первичные флуктуации плотности, которые привели к созданию галактик, к скоплению и в конце концов жизни на больших масштабах. Водная инфляция это замечательно решает, это была работа первая, Муханова и Чибисова, которые посчитали спектр, опять же, вклад, но это не школа Зеледовича, но все-таки так, все равно приятно вспомнить рост этих вот флуктуаций. вот, и картина мира была совершенно, но жутко похожа на библейскую. Сначала вот это инфлатонное поле, оно такое вот, это время, здесь амплитуда этого инфлатонного поля, называл это буква Фи, мне понравилось, как Зеледович, называл это самоварное Фи, в отличие от маленького, на самовар очень похоже, и это время, и амплитуда поля долгое время была постоянно, и за это время происходило расширение Вселенной, она была почти постоянно, немножечко падала, вот, и при этом, значит, ничего не было, все элементарные частицы, которые могли быть в начале, или квантовые поля, все разгладилось, была такая темная, расширяющаяся пустота, вот, заполненная только вот этим полем, опять же, я говорю, я не религиозен, и, как говорил все время Лаплас на вопрос Наполеона, что-то я не вижу в вашей космогонической гипотезе, где же место для Бога, и Лаплас ответил, что эта гипотеза для, в космогонии не нужна, вот, ну, так просто и забавные действительно совпадения, вот, расширялась эта темная пустота, прямо опять же, земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, было темно, холодно и пусто, но вся эта пустота экспоненциально быстро расширялась, потом, в какой-то момент поле уменьшилось настолько, что расширение стало, скорость расширения стала замедляться, из-за того, что скорость расширения была очень большая, это называется Хаббловским трением, мы имеем уравнение, вот, для этого поля такое, Фи с двумя точками, плюс 3H, Фи с точкой, плюс Уштрих равняется нулю, те, кто знают первый курс физики Ньютоновской механики, это просто без этого члена, это ускорение равно силе, а вот это есть жидкое трение, но когда буква Х уменьшится, достаточно сильно жидкое трение исчезнет, и мы увидим картину вот такую, поле начнет осцеллировать, рождать частицы, а любое осцеллирующее поле вы хорошо знаете, рождает частицы, в радиостанции бежит осцеллирующий электрический ток, и из радиостанции из антенны вылетают фотоны, вот оно так рождает фотоны, тут рождаются все какие угодно, электроны, позитроны, кварки, дублевые бозоны, что угодно, и вот в этот момент это очень быстрый процесс, амплитуда поле убывает, и вся, и всюду, повсеместно возникает горячая плазма, и это я бы назвал началом сотворения мира или большим взрывом, и это все проверено на эксперименте, во-первых, теория предсказывает спектр флуктуаций, дельта-рок-рог, это флуктуации плотности энергии, предсказывает форму, и именно такая форма наблюдена с помощью измерения микроглубного фона и измерения микрокромонштабной структуры, второе, теория предсказывает наличие гравитационных волн, но неоднозначно, волны могут быть, а могут быть и замазаны, и вот сейчас последнее открытие, действительно неожиданное, это группа BICEP, 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 объявила, что измерили, по-видимому, явление, которое говорит, что во Вселенной такие существуют гравитационные волны, произошедшие во время инфляции. если это так, это сейчас открытый вопрос, это месячная давность открытия, если это так, то это действительно великое, но ожидаемое открытие, это, ну, я, может, не буду объяснять, наверное, объяснять не надо, но, в общем, если есть гравитационные волны, то поляризация микроволнового фона будет иметь некую специальную форму, и вот эта специальная форма, так называемая B-мода, была, по-видимому, обнаружена.